Это ролик по Black Rush. Вы, наверное, сами все это должны понимать, потому что, ну, вы зашли на этот видеоролик и, ну, как бы, все вот это вот делаем и, как бы, ну, я не знаю, что еще можно сказать. В общем-то, Black Rush. Сегодня у нас будет обзор новости, а потом у меня будет еще два ролика с детальным обзором скриншота из всей вот этой вот новости. Если вы вдруг, мало ли, хотите все это видеть и видеть, возможно, даже побыстрее и там сделать, возможно, еще какие-то прочие выводы, исходя из всего этого, то, разумеется, 150 лайков под данным видеороликом и все это в той или иной степени, разумеется, будет на моем вот этом вот канале ЗДС. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки и, в общем-то, делайте все прочие вещи. А теперь давайте перейдем к самой новости и все будет тут вот так далее. Black Rush. Показали две новые модельки автомобильной марки Bugatti. Как вам? И тут давайте не будем рассматривать вот все вот эти вот машины. Можем вот так мельком посмотреть то, что слева расцветка такая, справа расцветка такая, посередине вот такой вот челик. И, насколько я могу знать, давайте вот эти вот два автомобиля, их оставим для последующих видеороликов, которые вот в скором времени у меня выйдут, может быть, в 20.00, может быть, немного попозже, может быть, там еще когда-нибудь все это выйдет. Поэтому давайте все это оставим и сейчас во все это как-то углубляться сильно вот так вот не будем, потому что, ну, зачем нам все это надо? Мы и так и без этого как бы, ну, нормальные люди, которые много чего понимаем во всей вот этой вот жизни, во всех вот этих вот прочих вещах. И, в общем-то, я думаю, что нам все это не надо. Так вот, посередине стоит человек, вот такой, ну, знаете, скин человека, и до этого я его почему-то не видел. То есть он такой, знаете, в панамке, у него еще такая, знаете ли, вот белая рубашка, которая, в свою очередь, ну, наверное, украшает весь этот стиль и подрубашка еще и футболка. Я считаю, что в жаркие дни, особенно на криминальной России, разумеется, сейчас будет осень, но пока-то у нас идет август, и, разумеется, когда, типа, ты надеваешь рубашку для того, чтобы тебе было, так, знаете, посвежее и более-менее нормально, а у тебя под ней еще и футболка, тут ничего, как бы, свежее, это от этого всего не становится, и становится только хуже. Я не знаю, для чего вообще вот это вот все делать, я лично, ну, не представляю абсолютно. Возможно, вы все это представляете, но, тем не менее. Если рассматривать сам скин, то он сделан неплохо, тут, наверное, полигонов, я не знаю, может быть, тысяча, может, миллион, то есть максимальное погружение в весь вот этот вот мир, меня удивляет то, как в последнее время на Блэк Раше, ну, становится все такое, знаете, приближенное к реализму, реалистические, реализм, в общем, реалистические цены там везде, где вы только можете все это найти, и на скины, и на, я не знаю, телефон, и в магазинах 24 на 7, и в прочих вот этих вот всех магазинах, то есть там все становится такое реалистично, и скины, которые вы можете видеть на всей вот этой вот карте Блэк Раше, они тоже становятся реалистичные, и, как лично мне кажется, то, ну, они тут подходят под общую стилистику игры, то есть бывает такое, что он добавляет скинов, и они, типа, там, какие-то, знаете, ютуберы, да, или вроде того, и они не особо так подходят под всю стилистику, хотя, тем не менее, там, вот это вот GTA Sam, вот эта вот вся Америка, вот эти вот все прочие вещи, а сейчас тут, то есть, ну, иногда на Блэк Раше тоже бывает такое, что были, там, скины, по-моему, Влада А4, или Бустер, или это все было для загрузочных экранов, хотя нет, я же помню, как я обозревал то, что добавят скин Бустер, или скин Ачин, в общем-то, кого-то из вот этих вот двух таких, знаете, популярных людей добавят во всю вот эту вот Блэк Раше, я обозревал скины, рассказывал о том, что вот, в нем есть столько полигонов, у него вот такие вот руки, у него вот такие вот ноги, и все, в общем-то, с этим скином нормально, вот что-то такое я рассказывал, и чуваки такие, типа, угу, угу, ну, в общем-то, это звучит правдеподобно, я, как бы, во все это верю, тоже можешь во все это поверить, если подпишешься, там, на мой канал, и сделаешь все прочие вещи, то есть, вполне возможно, что оно все будет именно вот так, однако, ну, нельзя исключить того, что все может быть и не так, как вы изначально все это задумали, это был первый ролик из трех, из серии трех видеороликов на Блэк Раше, поэтому, если вам все это понравилось, или понравится в будущем, вот такие вот серии из трех видеороликов, связанные с одной новостью, то, разумеется, пишите в комментарии, чтобы я в таком, знаете, минималистичном формате по 4 минуты все вот эти вот новости, знаете ли, обсуждал, а так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я играл на проекте Блэк Раше, ссылка на скачивание лаунчера в описании, я играю на 11 серверке Индиго, там есть мой промокод хэштег задосы, там есть мой никнейм Данила КПРФ, поэтому заходите, вводите и участвуйте во всех вот этих вот прочих акциях от пятерочки. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...